Добрый вечер! Давайте поговорим под каким знаком какие страны. Я хотела сделать обзор о Новолунии, но ничего кроме особого сжатия такого сверхинтересного сейчас не происходит, поэтому давайте лучше посмотрим под какими знаками какие страны. И давайте начнем с России, потому что большинство смотрит с России и все конечно скажут водолей, но на самом деле Россия восходящий водолей, Россия рак, самый натуральный. И дата образования с исторических хроник это свидетельство, это она действительно рак. Но так как у нее день независимости и день конституции упал на стрельца, то у нее добавился и стрелец. В день России близнец добавился близнец, это 4 знака. Рак это кардинальный знак, водолей фиксированный и близнец стрелец, мутабельные кресты, все 3 креста, это очень хорошо. К тому же и водолей и стрелец обладают огромными территориями и близнец тоже. Америка это близнец в чистом виде. Вот это вся информационная война, все это. И кстати вот что сейчас там много бомжей, много мусора, это очень характерно для близнеца. Крайне характерно для страны близнеца. Солнечная Франция. Лев и стрелец. После революции она стала стрельцом и это самая посещаемая в мире страна. Италия это лев. И кстати Москва город тоже льва. Все львы очень притягивают туристов. Это самые популярные после стрельца Франции. Ну Франция лев изначально. Он собирает искусство. Он собирает художественную, скажем так, архитектуру, ценности и обладает наибольшей притягательностью для туристов. И люди очень хотят посещать. Именно где лев. Европа. Она образовалась, объединенная Евросоюз образовался под знаком льва. Я сама смотрела передачу, где итальянец вспомнил, как при нем это было подписано. И Европа очень склонна к созданию таких мифов, легенд, сказок красивых о роскошной жизни под знаком льва. И конечно она притягивает. Но это ровно середина. Так же как и близнец, он в реальности не богатый. Но зато с прессы у него все прекрасно. Грузия и Казахстан. Это стрелец, но у каждого он проявляется по-своему. У Грузии это очень много туризма. Это гостеприимный, прекрасный народ. Казахстан это великолепные ископаемые. Ресурсы, обширнейшая территория. И больше всего, по-моему, там 3 квадратных километра на одного человека. Это огромное богатство. Армения и Азербайджан. Это скорпион. А там жить уже, конечно, тяжелее. Скорпион, но ресурсы богаты, располагает. Но Армения это горы. Там еще обязательно козерог присутствует. Скандинавия. Она вся под козерогом. Но у нее есть вариации. Дания, например, это овен. И она очень динамичная. Там очень большая промышленность. Так же, как и Германия, это овен с девой. И именно это и дает такую хорошую промышленность. Вернее, давала. Не знаю, что сейчас там будет. Ну, неважно. Сам по себе гороскоп у нее предрасполагает. Именно к хорошим передовым технологиям, к хорошей технике. Это именно овен с девой. Но жить там вовсе нелегко. В овне и в деве жить, то выбирайте. Это совсем нелегкое. Недаром там, в школах, есть урок доносительства. Дева к этому очень склонна. Белоруссия. Это дева. Так же, как и Япония, это дева. Египет. Который очень все любят. И он у многих популярнейший курорт. У россиян, Украины и Германии. Это козерог считается. Но, в принципе, я бы сказала, там очень большой и стрелец есть. Я бы дала, это козерог со стрельцом. Обязательно. Очень много туризмов. Большая территория. И такие большие ресурсы в Египте. И нефть, и Суэцкий канал. И когда-то Египет кормил и Рим, и пол мира. Так что стрелец там есть обязательно. Если вас какие-то страны интересуют, пишите. Мы обсудим это в других видео. Где легче всего жить. Страна, которая рядом с Россией, где есть Одесса, это была тельцом. А сейчас я посмотрела, у нее день независимости вчера был. 26 августа она стала девой. Телец гораздо богаче девы. И перейти с тельца на деву, это не очень легко. И дева очень жмет. Всякое законодательство, штрафы, платные стоянки. Все это просто начинает душить. Это довольно тяжелое. Самое гармоничное, наверное, дело пока что я вижу в Белоруссии. И то там вот начинается по деве такое. Мы смотрели, ввозить холодильник там такого-то размера на таможне. Или ты, в общем-то, доплатишь еще 100-100% практически его стоимости. Там раз в три года вот это от девы. Но в целом в Белоруссии есть еще какой-то знак. Я думаю, в ней обязательно присутствует еще овен. Овен, потому что в ней хорошо развивается промышленность. Если брать, а белоруссии. Польша – это близнец. Кстати, кто служил в Польше, еще в советское время рассказывали, что хоть портянку принеси, хоть злоты, поляки, но дадут. Они действительно торговцы. Они очень хорошо подняли промышленность. Немцы туда вложили очень много своих заводов. И они очень любят Америку, потому что это одинаковый знак, близнец. Они друг друга хорошо понимают. Индия – это рак. Это внутри себя. И очень развитая культура. Так же, как и Таиланд, столь любимый всеми – это рак. А вот Япония и Вьетнам – это дева. Это уйма будет правил. И вот эти каноны такие японские, ритуализированные просто. Я смотрела, как подают чай в Японии. Служанка подходит с этим подносом к двери, встает на колени, открывает дверь, переползает на коленях с подносиком, ставит поднос, закрывает двери, на коленях ползет там к хозяину, ставит поднос. Он пьет чай, она ждет. Потом все это в обратном порядке. Этот человек захотел чаю и, значит, минут 10 вот на это убивается. Вот такие. И там были очень строгие каноны. Кому сколько касаде у них называлось, это слоев одежды одевать. Чем знатнее там, тем больше, до 12 слоев. Очень ритуализированная страна. Это страна восходящего солнца. Это дева. Но зато вот эти доточенные механизмы, это от девы скрупулезные. Как один японец говорил, прочел недавно в магазине в Китае, говорит, японское качество, сделанное в Китае. Говорит, долго смеялся. Китай. Китай. Это весы. Так же, как и Англия. Кстати, не покупайте недвижимость в стране весов. Не покупайте. Это точно. Вот недвижимость и весы, это малосовместимо. Это отвратное качество за огромную цену. И Англия, и Китай на самом деле очень между собой схожи. Как знаки воздуха, они обладают довольно большими территориями. Только у Англии это выражалось в огромнейших колониях. Как считается, самая большая империя была создана именно в Британии. И Китай тоже, в общем-то, это огромный народ. И китайцы очень интересно. У них весы работают где-то в дипломатии. Их много раз завоевывали. И эти завоеватели просто растворялись в китайском народе. Принимали его культуру, его обычаи. И у них эта политика удается тьму веков. Скажем так, уже тысячелетия. И это исправно работает. И будет продолжать работать. Но страна весов тоже не такая легкая. Они жесткие. И очень хорошо жесткие. И Саудовская Аравия, это, конечно же, Скорпион. Вообще, вот страна с таким избытком нефти. Это Скорпион. Та же Венесуэла. Там стреляют. Спокойно показывает. Там киллер кого-то убил. Пошел в кафе. Позвонил жене. У них, как бы, в стране Скорпиона. Это норма. Абсолютная. И наибольшими территориями обладает, конечно, воздух. Но, как это по удобству на человека, это стрелец. И стрелец никогда не будет так сжать, как Тева и Скорпион. Эстония, это козерог в чистом виде. Который умеет поджаться, сэкономить, жить на свои. Литва, это рак, как Индия. Латвия, это Дева в чистом виде. Если Германия, это Дева плюс Овен. Она дает сильнейшую динамику. То, вот, чистой Деве уже такую динамику развить сложно просто. Вот такой обзор стран, вкратце очень. И можете, если вам интересно, в какой стране. Считается, что лучше жить в стране своего знака. Но хотя бы знать про этот знак вы должны. Где вам удобнее, где больше понравится. Испания, это тоже чистый лев. Очень привлекательная для туризма. Но жить богато в стране Льва, в городе Льва не получается. Очень много удовольствия, очень много развлечений. Очень много красивого. Но очень богато не получится. Лев, это золотая середина. Он не дает реального такого богатства. Ну, вот на этом я этот краткий обзор. И не совсем краткий получилось. Закончу и прощаюсь.